Дорогие зрители, здравствуйте! Меня зовут Саша, на этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня покажу простой и универсальный рецепт очень вкусного шоколадного бисквита без добавления сахара, без сортовой пшеничной муки и без масла. Сразу же поставим в духовку разогреваться до 170 градусов Цельсия. Высыпаем муку. Мне очень нравится сочетать миндальную с овсяной. Теперь разрыхлитель и какао-порошок. Перемешаем все сухие ингредиенты. Чтобы получить максимально нежный и воздушный бисквит, нужно будет взбить белки. А для этого сначала отделим белки от желтков. Мне проще всего разбить яйца в миску и аккуратно руками достать желтки. Для легкости взбивания добавим к белкам щепотку соли. Высыпаем смесь подсластителей. Подробную информацию по использованным подсластителям укажу в описании к этому ролику. Взбиваем на средней скорости, постепенно увеличивая обороты. Напоминаю, что миска и венчик должны быть сухими, обезжиренными. То есть на них не должно попасть частичек жира. Но как показывает практика, если небольшое количество жира от желтков все же попало к белкам, то не надо сразу все пускать на омлет, не все пропало, просто понадобится побольше времени на взбивание. Взбиваем несколько минут до появления вот таких устойчивых пиков. Чтобы узнать, достаточно ли взбиты белки, просто переверните миску. Если масса остается на своем месте и не скользит по стенкам, значит готово. Теперь взбиваем желтки, можно сразу на высокой скорости. Взбиваем желтки до вот такого небольшого побеления. А затем добавляем желтки к белкам и аккуратно перемешиваем массу. Лучше делать это силиконовой лопаткой, она не повреждает воздушную структуру белка и идеально собирает остатки соу стенок. Чтобы не нарушить структуру белка, мешать нужно всегда в одном направлении, снизу вверх. Теперь небольшими порциями, в 2-3 подхода, просеиваем к массе сухую смесь. Каждую порцию перемешиваем до однородности, также аккуратно и в одном направлении, снизу вверх. В итоге получается вот такое воздушное тесто. Застелила противень цифлоновым ковриком. Он очень удобный, многоразовый и к нему ничего не прилипает даже без использования масла. Если не уверены в качестве своего покрытия, лучше подстрахуйтесь и смажьте дно маслом. Выливаем массу в форму. У меня формой выступает металлическое кольцо диаметром 16 см и высотой 10 см. И отправляем в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку. Выпекаем до готовности в среднем около 30-35 минут. В процессе проверяйте готовность зубочисткой. У меня прошло 30 минут. Достаю бисквит из духовки и даю ему остыть. При выпечке бисквита в кольце без дна остужать его лучше на решетке, для того, чтобы не образовывалась влага. Бисквит остыл. Аккуратно ножиком прохожусь по стенкам. И достаю бисквит из формы. Он вышел вот таким мягким и воздушным. Еще такой момент. Если планируете делить бисквит на коржи для тортов или пирожных, рекомендую выдержать его в холодильнике 4-8 часов, чтобы он уплотнился и не развалился при нарезке. Высота этого бисквита около 5 см. Для тортов обычно делю его на 2, 3 или 4 коржа. Либо выпекаю в двух формах и при необходимости делю каждый бисквит пополам. Смотрите, какие нежные, мягкие и влажные коржи получаются. В принципе, они вкусные даже без какой-либо начинки. Попробуйте приготовить бисквит по этому рецепту на процентов 95. Уверена, что вам понравится. Скоро планирую выпустить несколько видео с простыми тортами на базе такого шоколадного бисквита. Так что подписывайтесь на канал, чтобы эти видео не прошли мимо вас. А сейчас пожелаю всем мира, здоровья и добра. До новых вкусных рецептов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!